Из локальных систем навигации сначала разберем ультразвуковую систему навигации. Если GPS или там GLONASS, еще какие-то глобальные системы навигации работают, по сути, без каких-то внешних устройств. Почему? По сути, потому что вообще-то спутники есть, просто мы как бы о них не думаем, они есть и все. Мы их не запускали, поэтому мы их не используем. Они просто есть. Они просто есть, всегда там были. Если говорить про локальные системы навигации, то мы уже не можем себе позволить такую вольность, как в спутнике, которые всегда там были. Нам нужно что-то, что эти спутники, по сути, будет имитировать, чтобы повторить те технологии, которые используются при глобальных системах навигации, но уже в помещении. В нашей компании разработана локальная система навигации по ультразвуку. Давайте начнем с нее. Вот у нас, вот это я вот так вот отодвину, все наше добро. Что у нас есть сегодня? У нас есть базовая станция, которая является таким как бы распределительным центром. Дальше к этой базовой станции подключаются маячки. К сожалению, потерялись они в дороге. И на дрон также устанавливается приемник, наверное, по форме аналогичной модулю GPS. Тоже квадратненький. У нас вообще много квадратненьких модулей. Это, наверное, такая мода. Также мы его устанавливаем на дрон примерно в те же разъемы. Дальше в то пространство, в котором мы собираемся летать, устанавливаются меточки. Если в двух словах, то принцип работы данной системы, он аналогичен системам как для глобальных систем позиционирования. То есть у нас есть спутники, которые летают по заданным орбитам. И эти спутники в радиодиапазоне излучают некие сигналы. Приемник принимает эти сигналы от многих спутников, проводит триангуляцию вычисления и вычисляет свою позицию. В случае с ультразвуком мы радиосигнал заменяем на ультразвуковой сигнал. В качестве спутников у нас уступают, как Маргарита сказала, маяки. По сути, это излучатели ультразвукового сигнала. Мы их расставляем в помещение. Система, в данном случае базовая станция, в нее заводятся координаты этих маячков. И на дрон устанавливается приемник ультразвукового сигнала. Ну и дальше ровно та же самая история, что и с GPS. Приемник принимает ультразвуковые сигналы от маячков, знает, где какой находится, производит триангуляцию и вычисляет свою позицию. Только здесь уже идет не глобальная позиция, а локальная позиция относительно вот этого поля с маячками. То есть мы уже здесь ограничены пространством, где эти маячки установлены. Ну и, так скажем, некие физические ограничения существуют по тем сигналам, которые эти маячки могут излучать. Но на данный момент у нас эта система успешно работает в пространстве 11 на 11 метров. И 4 высоту. Да, и 4 метра в высоту. То есть, в принципе, это достаточно большая комната, которые могут очень, ну, с почти сантиметровыми, наверное, точностями, то есть плюс-минус где-то 5 сантиметров, у нас могут дроны не позиционироваться, а, по крайней мере, знать, где они находятся. И уже система управления их может позиционировать относительно этих координат. Вот. Эту систему локального позиционирования мы очень активно используем на наших соревнованиях, которые мы проводим, потому что, ну, с нашей точки зрения, это очень такая интересная система, которая позволяет в помещении разворачивать группы дронов и строить какие-то системы по групповому управлению дронов. Ну, и ключевой момент, что это все происходит в помещении, потому что, как мы уже сказали, что глобальные системы навигации, вот в данном случае два таких приемника в помещении, они не работают, потому что сигнал от спутника не проходит. Да, тут еще надо заметить, что когда мы используем любую локальную систему навигации, там УЗ или инфракрасную, то помещение должно быть свободно, в зоне полета больше не должно быть ничего, потому что как только мы ставим еще какие-то объекты, особенно большие, начинает создаваться перекрытие, переотражение, и система начинает давать сбой, ошибки происходить и плохо работать. То есть если там, опять же, проводить аналогию с GPS, то там между домами мы можем летать, то есть спутников очень много в небе, и какие-то препятствия не так влияют, ну, влияют тоже на сигнал, но до определенной степени их количества, то когда мы говорим про ультразвуковую навигацию, то, конечно, пространство должно быть максимально пустое, и там максимум что-то стоять на полу, какие-то небольшие объекты. И также есть еще такая история, что дроны могут перекрывать друг друга, то есть если один дрон так встает над другим, что перекрывает нижнему дрону, там, например, два маяка, то может случиться так, что нижний потеряется или там на какое-то время потеряет свои координаты и перестанет позиционироваться так, как он позиционировался, если бы все маяки видел. То есть когда, я к чему это говорю, когда мы летаем в локальной системе навигации, мы все эти особенности должны учитывать, должны планировать свои полеты и понимать, что система хорошая, система классная, но у нее уже увеличивается количество ограничений относительно глобальной системы навигации. Вот. Ну и здесь можно сказать, что если в глобальной системе навигации спутники запускают большие сильные государства, то здесь мы должны свои маячки расставить сами, точно измерить все координаты этих маячков, ввести это все в систему, то есть это развертывание такой системы требует некой подготовки помещения и настроек данной системы. Но хочу сказать, что системой мы этой пользуемся, мы ее активно развиваем, прошли уже несколько стадий тестирования, и считаем, что она достаточно перспективная для проведения каких-либо мероприятий внутри помещений.